Всем доброе утро! Сегодня 6 февраля. Сегодня четвертый день моей учебы. Что сказать? Учусь. И, конечно, я очень благодарна вам, мои девочки и мальчики, за то, что вы за меня беспокоитесь, за то, что пишите, Наташа, подожди, с видео учись. Все это здорово, приятно. И я очень благодарна вам. Я учусь. Я после класса остаюсь еще в школе, слушаю еще лекции, слушаю видео и иногда даже остаюсь на какой-то класс. Потому что я, конечно, понимаю, что нужно учиться. Поэтому, когда я делаю видео, я немножко отвлекаюсь, я отдыхаю. Это своего рода отдых для меня, потому что я получаю от этого удовольствие, что-то вам рассказываю, делюсь с вами. Поэтому, в принципе, сколько я времени отдыхаю, оно все на видео. В основном я учусь, учусь. Михаил дал мне книжку. Я сейчас тоже читаю эту книжку. Он мне показал, где читать самое важное, где не важно. Ну, в общем, так все здорово. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Вчера выставила видео Гузаль, где она пела и очень много комментариев она получила. И она, конечно, сегодня читала с утра, говорила, я не верю, что это все мне. Я не верю, что это все мне. Передаю вам от нее огромный привет. И мы обязательно снимем видео в выходной, так как мы едем на природу. Поэтому я сейчас с вами прощаюсь на целый день. И если Михаил любезно согласится опять ответить на вопросы, мы опять сделаем такой маленький сюжет с вопросами и ответами. Потому что, конечно, Михаил отвечал на все эти вопросы сотни раз в своем канале для своих подписчиков. Но для моих подписчиков он не отвечал. И он сказал, что как только будут вопросы, сразу мне говори, я с удовольствием отвечу. Ему это тоже все нравится. Поэтому мы его не загружаем. Он тоже как бы своего рода отдыхает. Когда делает видео со мной, мы как бы развлекаемся, смеемся. И все. Потом он уезжает куда-то там по своим делам. И я начинаю учить. Это происходит где-то между моим классом. Потом я отдыхаю. И потом я опять начинаю учить. И вот между этим мы с ним успеваем снять маленькое видео. Так что вот. Всех вас люблю. По всем вам скучаю. Я вас там всех оставила во Флориде, так скажем. С Виней разговариваю каждый день. По три, по четыре раза мы с ним разговариваем. Очень я по нему скучаю, конечно. И он по мне. Но время движется. Время движется. И три месяца из всей жизни. Но это просто, конечно, ничего. Поэтому он у меня мальчик взрослый. Он справится. Они с Артемом на выходные встречались. Артем... Ой, встречались, говорю. Они с Артемом на выходные будут встречаться. Артем к нему придет в гости. Они будут смотреть футбол, по-моему. Там пить пиво или что-то. Вот. Поэтому вот так. Ну и все. Всем до свидания. Целую. Ну, здравствуйте всем еще раз. Это Михаил. Я. Ну, ты уже сказал. А это Наталья. Это Михаил. А это Наталья. Да, как обычно. Если кто-то не знает, это Наталья. Да. А что сказать? Только что класс закончился у меня. Так. И немножко я решила передохнуть. Первая неделька, да. И когда я делаю видео, я обычно отдыхаю. Потому что я от этого получаю удовольствие. Как я тебя понимаю. И... А потом пойду, может, еще и на класс на какой-нибудь. Вечером? Ну, да. Нет. Ты лучше позанимайся или отдохни. Не надо в классе сидеть. Надо самостоятельно заниматься. Книжечку почитаешь там. В общем, так. У меня накопились вопросы от вас, девочки и мальчики. Меня позвали на вопросы-ответы сессию. Ну, а Михаил сказал, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Ответил. Сказал ведь? Сказал. Ну, вот. И мы хотим осветить некоторые вопросы. Сегодня, кстати, идет дождь. И очень пасмурная погода. Хорошо. И у меня нет зонтика. Ну, я тебе дам зонтик. У нас есть. У нас есть свободные на случай экстремальных обстоятельств. Тут у меня вопросы всякие, которые и мне, и тебе. Но я бы хотела, чтобы ты им помог с ответами, которые мне. Пожалуйста. Потому что они насчет школы. Послушай, да. Это же все как бы экспромт. Я не знаю твоих вопросов, и тебе, и не мне. Поэтому я что могу, я сделаю. А пока вопросов нет, не знаю, что сказать. Давай. Так. Вот про бывшее видео мне написали. Это у меня Ирина НСК пишет мне. Отличное видео, Наташенька. Давайте побольше таких видео с Михаилом. Замечательный, умнейший человек. Давно смотрю его канал. Так. Наташа, если можно, задам пару вопросов. Первый. Так вопрос к кому? Ну, как вроде мне, но и... Понял. Вопрос первый. Если уровень английского средний, стоит или нет, обучаться к Михаилу? Я знаю, что мы, а на это уже отвечали про английский язык. А второй вопрос. Какая стоимость обучения? Я не отвечаю на этот вопрос. Почему? Потому что я знаю, что ваши цены иногда меняются. Я не могу просто говорить. Каждые 2-3-4 года какие-то изменения есть. Ну, если хочешь, скажешь. Грубо говоря, так. Если сегодня смотреть, то это стоит 4 тысячи, стоит курс. Насчет среднего, я не знаю, что это значит. Мы всегда в индивидуальном разговоре, там, издалека. Там, скайп, мы смотрим. Значит, бывают люди, которые типа средний, но могут поговорить на любую тему. Они не комплексуют, не стесняются, и с ними можно поговорить. Есть люди, которые знают в 5 раз больше среднего. И любой письменный тест дадут так, что они там Гарвард заканчивали, а поговорить не могут. Есть люди, которые вообще поговорить не могут, независимо, на родном языке не могут. Понимаете, это же тоже проблема. Поэтому английский должен быть функциональным. Функциональным. И это субъективно. Наташа точно не оценит, поскольку она не нанимает в тестеры и так далее. Если брать, например, в банке, да, в банке могут взять человек, который так еле-еле моя, твоя там. Нет. Ну, в IT требования менее такие, как бы, строгие, но, скажем, акцент нормально, да? А вот, допустим, если ты не понимаешь, что тебе говорят, или тебя никто понять не может, это уже проблема. А нас слышно там, например, говорят, что он не был. Ну, нет. Нас хорошо слышно, они там далеко, их не так слышно. Окей. Второй у меня вопрос тут. Ганна 13-16. Нет, Ганна 13 просто. С огромным удовольствием посмотрела и послушала. Скажу честно, что на своем канале Михаил слишком деловит и серьезен для женской аудитории, в моем понимании. Даже когда с тобой мы уже на ты, но мне все равно еще неприлично так обращаться. На видео видно, что он в своем бизнесе, в своем настрое. А тут прямо раскрылся с другой стороны. Но еще в предыдущем, где с шапками в офисе, были уже наброски на милую человечность. Надеюсь, что не обидела. Вот думаю, а не попробовать ли мне, когда таки выиграем грин-карту. У меня, правда, есть несколько планов по обустройству и применению собственных уже имеющихся навыков и опыта. То есть план А и план Б, как минимум. Но будем считать, что план Б или операция А. Так что я все-таки задам вопрос Михаилу. Вопрос не столько личный. Думаю, ответ интересен будет многим. Сколько общественный. Сколько общественный. Понятно, что Наташа попала в школу в том числе и по блату, написали. Но слышала, что имеется ограничение по возрасту в школе Портнова. Но ясно, что связано это не с дискриминацией, а просто многолетним опытным путем выявлено, кому легче обучаться, устраиваться. Кто активен, инициативен. Конечно, в большинстве это молодые люди. Собственно, сам вопрос. Много ли студентов 40 и плюс лет и, как много случаев, успешного их обучения и дальнейшего устройства? Спасибо, Михаил. Спасибо, Наташа. Ну, у меня вот есть, я часто повторяю, у меня есть такая категория возрастная для женщин. В моих оценках, как бы. Я это называю 38-42. Это когда еще всего хочется и все еще можется. Вот когда уже там за вот это 42, ну так это условно, ну там плюс-минус, ну уже человек начинает себе какие-то скидки делать. Он говорит, ну это слишком сложно, это слишком много, это я не потяну, оно мне не надо. А когда я уже 48, там или 52, или там 56, то он уже, хватит, он говорит, уже где-то там не за горами этот ретармент, ну что мне тут когти рвать, там, ну что мне тут, я не знаю, жилы там тянуть. Ну я там, вот мне на жизнь хватит, я там 15 долларов что-нибудь такое спокойненькое делаю, стресса нет, я хоть поживу там и так далее. Это путь, вот наш путь, для тех людей, которые постарше, это путь тех, кто, ну как бы другого пути не представляет. Понимаете, то есть он хочет этого, он очень хочет этого. И из всех возможных путей он это предпочитает. Понимаете, тогда с ним можно работать, это не зависит от возраста. Если человек вообще инженер, ну вот инженер, вот он родился инженером, учился, был инженером, работал, был инженером. И вот он приехал сюда, ему там, не знаю, там 52 года. Но он инженер, и он никак себя больше не понимает, вот в другом качестве. Ну почему заходи? В чем напряг, я могу сказать? Напряг в том, сколько статистически нужно времени человеку, чтобы найти работу по новой специальности. Значит, если он там помоложе, пошустрее, английский получше, там туда-сюда, мы говорим, ну хорошо, 2-3 месяца он поучился, 2-3 месяца он на практике был, значит, максимум через 6 месяцев он уже где-то работает. Потому что половину из них прямо на практике подберут и так далее, ну вот, половину идет на рынок и там их подгребут. Но если человек постарше, если у него английский не такой хороший, там, я не знаю, еще что-то, это значит, что если он не бросит этим заниматься, то у него больше времени займет. Но вероятность того, что он бросит, выше. Потому что если это занимает 2-3 месяца и 2-3 месяца, это многие могли бы. А вот если это занимает там 2-3 месяца он поучился, потом он понял, что маловато, он еще 2 месяца поучился. Смотрится, уже полгода поучился. За то, что он лишние там 2 раза проучился, с него денег не берут. Пожалуйста, ты заплатил один раз, ты можешь учиться до конца своих дней, если у тебя настроение. Серьезно? Я не знала этого. Потому что проектом, продуктом является не класс, за который он деньги заплатил, а продуктом является переменой в жизни, в профессии. Поэтому пока он профессию не поменял, значит, мы продолжаем с ним работать, потому что уроки, которые здесь идут, это инструмент. Это не продукт, а инструмент. Резюме, которое тебе пишут, это инструмент. Практика, на которую тебя посылают, это инструмент. Это не цель. Это то, что помогает тебе добиться цели. А цель это поменять профессию. И не просто поменять. Ну, допустим, бывает иногда, я не хочу сказать, что часто, но бывает, он поработал пару месяцев, его сократили там, или там, а бывает, что и поперли. Тоже бывает редко, но очень редко все это бывает. Но бывает. Ну, так что теперь? Ну, так хорошо, значит, он приходит обратно, мы используем то, что он успел наработать, значит, переупаковываем его, так сказать, в смысле рыночных, там, его отношений. И дальше работаем. Человек должен стабильно поменять работу. Это то, за что он деньги платит. Кто же у тебя копейку даст за то, что ты его учишь? Мы берем эту копейку за то, что меняется жизнь человека. Поэтому, соответственно, статистически у него занимает больше времени. Вот у нас есть женщина, Тамара, из Киева. Тут у нее дочка приезжала из Канады. Вот, может быть, ребята ее видели. Те, кто давно нас смотрит, они видели и Тамару много раз, и ее дочь Викторию. Они из Киева. Тамара, пока у нее все это произошло, у нее заняло два года. Она приехала сюда, ей было 48 лет. Она абсолютно не говорила по-английски. Ну, то есть, абсолютно. Она и сейчас не здорова между нами. Но она уже работает. Я уже не знаю там сколько. Уже года три, может быть, прошло. Короче, два года у нее ушло, пока мы смогли отдать ее куда-то в компанию. И там ее оставили. Она хорошая. Вот, ее там оставили, и она там уже работает. Там, может быть, не безумно много платит, но она в очень такой душевной обстановке. Там все свои. Вот, и если кто-то успел посмотреть видео, которое я снимал, о такой фантастической компании с таким open space, что там Google отдыхает, потом нам пришлось убрать, попросили убрать. Вот это та самая компания, где Тамара работает. И что тут сказать, значит, у нее заняло два года. Я ей сразу сказал, я ей говорю, ты пойми, вот это проблема, которая у тебя будет. Но она сказала, я готова. У меня есть какие-то там сбережения, она там что-то привезла с собой, квартиру продала, я там знаю. Она говорит, я готова, я все понимаю. Она говорит, я буду два года. Ну, и я это все понимаю. Да? Я не знаю, я просто хочу сказать, что это, понимаешь, в этом пробка, в этом затык. Если человек говорит, я приношу гораздо меньше к столу, да, вот один пришел с таким пакетом, а другой пришел, там чуть-чуть, там, коробочку, там, баночку, шпорт, там, принес, понимаешь. И он говорит, но я хочу то же самое получить в обмен, но ты не можешь. Ты кладешь больше, ты получаешь быстрее. Или раньше, или там больше, и так далее. Поэтому ты не можешь прийти с малым, а получить, как будто ты пришел с большим. Ну, собственно, и все. Поэтому так получается. Давай мы здесь сделаем первый рюк небольшой, я дверку закручу. Да, давай. Чего у нас там еще? Так, ну давай. Галина Пи спрашивает. Приветики, обсмеялась про прыщики родинку. Я сам плакал. Вспомнила, как своим сотрудникам и директорам объясняю калькулирование себестоимости. в экономике предприятия, на примере варки борща, и тут все понимают, с мясом и укропом. Вопрос. Так. Про презентацию курсов. Где можно ознакомиться на русском, потом и подумать можно о целесообразности смотреть видео уроки? Ой, господи. Значит, история такая. На русском мы ничего не делаем. В том смысле, что человек, который по-английски не читает, он абсолютно выпадает из нашей орбиты. Понимаете, вот если, допустим, мы ему по-русски рассказали, что вот здесь там что-то, и он говорит, о, я хочу. Мы говорим, но у нас нет. У нас есть курс на английском, у нас есть практика в американских компаниях, у нас есть резюме. Ну а те, кто живут в России, они могут посмотреть на русские? Те, кто живет в России, в Украине, где угодно в мире, могут посмотреть курс, записанный на русском языке. Я специально по-русски начитал курс. Под любым нашим видео. Если вы идете в описании к этому видео, там есть, написано там курс по тестированию. partnow.com.ru И там лежит курс 20 часов, записано. В принципе, если вы будете смотреть первую лекцию этого курса, самую первую, первое видео, то вы услышите про профессию, что там включено, как это все происходит. И даже если вы просто на YouTube, пойдете на YouTube и напишите по-русски, напишите, тестирование программного обеспечения. Первое, что вы увидите, будет вот эта лекция. Там будет написано, там, тестирование программного обеспечения с Михаилом Портновым. Один, вот этот один, это и есть вот эта вот лекция. И она рассказывает о профессии, обо всем. У нас очень-очень много есть людей, которые живут в России и Украине, которые нашли работу просто от того, чтобы посмотрели этот курс. Наверное, они еще книжку какую-нибудь почитали, и, наверное, они там, я не знаю, еще что-то сделали. Но у меня были ребята, первый человек, который нашел работу, там курсы с 10 занятий по 2 часа. После третьего урока был парнишка в Калуге, который пошел, получил работу. Сам резюме написал, я еще поражаюсь, как люди это делают, но он взял, написал резюме и получил работу. Я почти каждую неделю получаю там одно-два письма от людей, которые вот только нашли работу или уже там месяц проработали, боялись сказать, думают, там, не спугнуть, там, еще что-то. По всей Америке, я хочу сказать, кроме Кремниевой долины, по всей Америке люди не знают, что такое есть. Не только те, кто просто люди, а люди, работающие в индустрии, не знают. То есть вот он может быть программистом, он может быть там системным каким-нибудь там администратором, но если он не работает в компании, где делают софтвор, а работает в компании, где им пользуются, допустим, большой там юридический офис или там страховая компания, там или что-то. И они занимаются вот этим, они не знают вообще, что есть тестеры. Они просто не знают. И это в Америке такое. У меня был в онлайновом классе, у меня есть онлайновый класс, мы учим на английском, но там в основном народ русскоязычный, хоть, в общем-то, там может быть процентов на 90, хотя разные есть. В основном это люди из Америки, хотя тоже есть из-за границы, из Чехии, из Румынии, из Финляндии, из Англии, из Филиппин, Вьетнама, там из разных мест есть люди, из Канады, естественно. Находят работу нормально, вот там, где они живут. И у меня женщина была из Хельсинки, уже такая, постарше, ну вот, там тип Наташи, например, да, и, ну не 18, это не 25. И нашла работу в Хельсинки, причем там же сейчас, если вы знаете, проблемы с айтишным рынком труда, потому что Майкрософт купил Нокию, там сокращение в Нокии, полно народу на рынке, ходят безработных, грамотных людей, и она вот на этом рынке нашла работу по тестированию. Поэтому этот рынок есть абсолютно всюду. Вот, скажем, если мы на Украину посмотрим, то мы увидим в Киеве ребята работают, наши вот, которые, заочники вот эти вот, Харьков, очень много работы в Харькове. Ну, я не знаю, наверное, последние события там повлияли на это, на все, но, во всяком случае, вот, тем не менее. Да, и, в общем, ну, находят, не знаю, во Львове. Вы видите, как подробно человек отвечает на каждый вопрос. Нет, я же пытаюсь ответить, потому что я могу отделаться от ответа. Нет, наоборот, здорово, наоборот. Да, спасибо. А вот тут вопрос такой мне, но я бы хотела задать его и тебе. Вот написано, Наташа, здравствуйте. Я скажу, Миша, здравствуйте. У меня к вам необычный вопрос, но серьезный. А чего вы боитесь в этой жизни? Если можно, то ответьте содержательнее. Заранее спасибо. Как я сказала, вопрос был задан мне, но мне бы хотелось его задать и тебе. Знаешь чего? Я как бы, пока я живу, и вот пока я хожу, и пока я в естественном своем состоянии, я вообще ничего не боюсь. Мне дурные мысли вообще в голову не лезут. Есть люди по рождению, которые все время боятся, просто они родились такими. Понимаешь, они все время боятся, они нерешительны, они... Вот блогер, например, не каждый человек может быть блогером, потому что он должен выйти, что-то рассказать о себе. Есть люди, которые о себе никогда никому ничего не расскажут. Не потому что... А так, на всякий случай, и не надо. Понимаешь? Поэтому я абсолютно ничего не боюсь. Ну, то есть, мне в голову не приходит, что что-то такое может произойти. То есть, я живу по принципу, как бы сказать, что я не нарушаю просто так, или потому что я дурной, или потому что, допустим, какую-то выгоду хочу. Я не нарушаю, мне не надо. Я считаю, что гораздо выгоднее не нарушать правила, чем нарушать, потому что, когда ты нарушаешь законы, ты не находишься под их защитой. Вот проблема какая-то. Поэтому я в этом смысле совершенно самодостаточный. И такой... Ну, я всегда таким был. Я сколько себя помню таким был. Понимаете? Никогда мне не было страшно. Если я начну думать о чем-то... Вот, значит, я думаю, а страшно ли, вот, например, идти на войну? Я скажу, да, блин, страшно идти на войну. А страшно, если что-то случилось с кем-то из близких. Вот я хотела вот про это сказать. Я боюсь... Я говорю, ну, подожди. Ну, конечно, жуть страшно, если думать об этом. Но если не думать, так вроде и не страшно. Будучи взрослым человеком, я не стану делать ничего такого, что ставит под дополнительный риск, там, меня, членов семьи. Я уже не говорю там про детей, там и так далее. Мы, естественно, стараемся обезопасить и себя, и тех, кто вокруг нас, и студентов наших, и так далее. То есть мы за всех в ответе. Но сказать, что я что-то боюсь... Ну, я даже не знаю, что сказать. Безусловно, есть миллион вещей, которых, например, не хотелось, например, оказаться под пытками. Боюсь ли я пыток? Ну, наверное, нехорошо. Ну, то есть кто хочет быть под пытками, я даже не знаю. Покажите мне такого, кто не боится пыток, наверное. Говорят, ну, понимаете, мы же не на войне, мы нас не берут в плен, мы не должны военную тайну хранить и так далее. Я не знаю. Так в обыденной жизни ничего не боюсь. Ну, я хотела сказать, что единственное, что я боюсь, это потерять кого-то из близких, кого ты любишь. Но, опять же, как ты говоришь, когда ты об этом не думаешь, ты не боишься. Но все равно, как бы, ты понимаешь, что жизнь, она коротка, и это пугает меня иногда, когда об этом думаешь. Знаешь, Света говорит мне, вот она говорит, мы с тобой должны умереть в один день. Вот я говорю, вируси так. Правда, да? Это женское. Я говорю, Свет, я говорю, ну, ты же понимаешь, что такое может случиться только в экстремальных обстоятельствах, типа авиакатастроф. Ну, хотя бы на следующий. Не в этом дело. Женщина живет, продолжительность жизни женщины на 7 лет больше, чем мужчина. Ну, подожди, мы статистику говорим. Мы не говорим тебя или меня, или кого-то, но на 7 лет больше. Мало того, мужчина в семье, как правило, старше в среднем на 4 года, чем женщина. У нас вот год разницы, у вас там 10, понимаешь? Но получается такая история, что женщина, вот, скажем, в твоем случае, статистически, семья из мужчины, где на 10 лет старше его женщины, вот как у вас, например, значит, соответственно, об этой семье женщина в среднем переживет мужчину на 17 лет. Мне Виня обещала, что он никогда не умрет. Он знает, как к тебе подластиться. Я с него взяла слово. Послушай сюда. Когда человек становится старше и ближе к этому, и так далее, и когда это происходит со всех сторон потихонечку, он привыкает, он смиряется, и так далее. Но, если это преждевременно происходит, понимаешь, я считаю, что нам еще там лет 25-30 надо пожить, ну, тебе еще больше, ты моложе. Поэтому, я не знаю. Я понимаю, что этот вопрос может исходить, например, из страны какой-нибудь, где у людей есть много поводов для тревог. Понимаешь, если, например, там рядом, вот где-то там танки стреляют, или там что-то такое происходит, человек боится. У него есть повод бояться. Если, допустим, рушится экономика, он тоже боится, он не знает, что завтра будет, сможет ли он там детей своих прокормить. Мы прожили это все тоже. У нашего поколения была своя война, понимаете, у нас там. Но, я не хочу сказать, что мы вот так были увлечены, как, скажем, великоотечественное, но, скажем, на моих глазах прошла вся афганская война. И я знал очень много людей, и которые там были, и которые погибли, и, в общем, по-всякому. И я ходил в любую секунду, вот у меня могли повестка раз и в Афган. Я ходил с этим. Но, это выносится за скобки. Ты живешь вот тут, понимаешь? Поэтому все, что ты не можешь сам контролировать, оно уходит за скобки, ты не думаешь об этом. Вот живешь. Когда у тебя дети, ты боишься за детей. Когда ты уже постарше, у меня как бы нечего, не за чего бояться. Я все успел, я уже все сделал. Это здорово. Я поэтому каждый следующий день, я просто в радости, я думаю, еще один день, и хорошо. Так, вопрос следующий. Марина Светлова спрашивает, а какое количество тестеров нужно для Америки? 100% всех могут устроить? Или они устраиваются по другой специальности? Вот сколько тестеров можно выпустить, что вот всем хватит места? Я так понимаю, они... У нас человек 500 в год, так? Мы выпускаем вот тут и еще 200 в онлайне. То есть мы выпускаем 700 человек в год. Я могу сказать, что редчайший случай, ну, один, может быть, может быть, два на сотню, так, чтобы они пошли искать работу тестером, а работать стали кем-то еще. Ну, я не знаю, техникал саппорт какой-нибудь бывает, там, что-нибудь такое. Я вот скажу, пошел на практику тестером, а я могу сказать, оставайся, нам в саппорте нужны люди. Это может случиться, но это очень редко. Значит, сколько тестеров... Это же рынок регулирует. Вот сейчас такой рынок, что такое ощущение, что сколько не выпустили, все, как бы, не хватает. У меня есть доступ к рекрутерской части такого веб-сайта, который называется Dice.com. Dice это один из трех основных таких веб-сайтов, где люди ищут работу. Я могу как рекрутер видеть не только вот то, что мы все видим. Да, мы все видим, сколько позиций есть. А я еще как рекрутер вижу, сколько там людей есть. И часть вот того курса, который мы в онлайне ведем, например, последние несколько занятий, вот я там минут 10, 15, 20, я трачу на то, чтобы там уже многие на рынке, я трачу на то, чтобы вытащить их с рекрутерской стороны, показать, что они не так делают, чтобы они выше поднялись в результатах поиска. Я знаю, как сделать так, чтобы когда рекрутер что-то ищет, чтобы ты был наверху, независимо от того, что он там ищет, чтобы всегда быть наверху. И вот мы смотрим, что не так, как надо поменять, и тут же на ходу все это они делают. Да нет людей вообще. То есть вот силиконовая долина сама по себе, это может быть единственное исключение, и то благодаря нам. И не только благодаря нам, но еще здесь, поскольку очень много выходцев из Индии, программистов, очень много, и они своих жен вот в тестеры там перековывают, поэтому есть еще какие-то индийские ресурсы задействованы. Они, конечно, не такие мощные, как мы по количеству, но зато их много. То есть там, я не знаю, ну много. Вот. И кто в гараже, кто в спальне, кто в офисе, у кого есть офисы. Поэтому Кремниевая долина хорошо напичкана тестерами. Это не значит, что людей там места не хватает. Хотя, когда мне человек говорит, я буду искать работу в Нью-Йорке, или в Нью-Джорси, или там в Чикаго, у меня немножко так облегчение, я за него больше так спокоен. Но в целом по стране дефицит людей настолько чудовищный, что вот разговор там тестеров, там хватит ли тестеров. Так у нас в Орландо дефицит. Ну, у нас в Орландо было, из Орландо было человек 5-6 онлайн студентов. Вот они все работают. У нас из Майами было вот сейчас 2. Я не знал, чем кончиться, поскольку я про Майами ничего не знал. Но перед этим была девочка Диляра, которая приехала сюда учиться, потом вернулась в Майами и за 2 недели получила 2 офера. И вот эти девочки, которые были, там же девочки постарше были. И они бах, и тоже нашли работу тут же. Там 1-2 офера, а другой 1. Где-то 1060, вот они в среднем, вот их первая зарплата 60 тысяч в Майе. Здорово. Поэтому я что хочу сказать, что... Да, тут уже приехало несколько, если вы видели последние несколько видео, у нас там 2 девочки, одна из Майами, другая из Форт Лаутер, это рядом там, может быть, сколько там, 40 минут, я не знаю, рядышком. Вот, потому что они подружки этих, вот и так все слово за слово идет. Была 1 девочка из Орланды, первая, Алена ее звали, вот она нашла работу. Вот я с которой разговаривала, да? Ты с ней разговаривал, да. И вот это Алена, потом приятель Алены, потом был Дима Шишкин, был вторым вот блогер, он приятель Алены. И потом был Дима Шишкин, потом, значит, еще пошли, 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 и вот их там человек, наверное, 5 или 6 уже в Орландо наших. Поэтому хватает. Если бы я там открыл школу и начал бы в год выпускать 120 человек, это было бы катастрофой. А, тогда... То есть из этих 120 человек, может быть, 10 бы устроили на работу, а на этом бы все закончилось. Но поскольку там за год, ну, максимум десяток за год, то как бы им хватает. Следующий вопрос с подковыркой. Тьфу! Давай. Вот пишет мне Вера. Не хочу петь дифирамбе на Мишином канале, а вот с тобой на тусик поделюсь, как с подругой. Обожаю Мишу больше двух лет, восхищаюсь этим мужчиной. С упоением читала его жизненный рассказ на форуме и прослезилась, смотря их видео со Светланой и родителями. Сколько любви и нежности в этом ролике. Очень интересно. Михаил всегда таким и благодаря... Михаил всегда был таким и благодаря умной и мудрой Светлане он к своим 50 годам превратился в шикарного, импозантного мужчину. И как реагирует Светлана на то, что Михаил осыпан женским вниманием и восхищением. Он ведь явно нравится огромному количеству женщин, не говоря уже о виртуальной любви его подписчиц. Ну, я бы так сказал, что Светлана нормально относится, она так посмеивается над этим делом. Мы почти 40 лет женаты, вот будет 40 лет будет в ноябре этого года. 22 ноября будет 40 лет. И что уж там, значит, но я хочу сказать, что я не привык к женскому обожанию. Это только началось вот с этим видеоканалом, потому что так же на месте, чтобы они как-то на меня прыгали или говорили, ой, там что-то. У тебя одна обняла девочка маленькая? Нет, половину обнимают. Но это уже канал. Понимаешь, они сначала насмотрятся, потом придут и говорят, ааа, и уже... Ну, вроде их потрогать хотят. Потрогать хотят, обнимаются. Но потом это же дети, 25 лет на этом. Значит, что я хочу сказать, я как-то непривычный к этому, и я до сих пор чувствую себя как-то, думаю, на это все как-то понарошку, потому что, а что? Я когда в Киеве был полтора года назад, у нас сейчас почти 60 тысяч подписчиков, а тогда было 10. И люди собрались, знаете, человек 120-130, они в кинотеатре, и я там какую-то речь толкал, и есть видео с этого записаны. И я все это время думал, что-то они сейчас, как с Листаковым будет, знаешь, вот сейчас скажут, что это какой-то чувак-то ненастоящий, что-то он тут как-то... В общем, не знаю, я до сих пор в таком как бы состоянии. Потом я все время кого-то разочаровываю. Знаете, у меня все время женщины какие-то говорят, что они во мне разочаровались. Не как женщины, а как во мне. Чем-то я их разочаровал. Не было единая душа, единогласия по какому-то вопросу. Понимаете, сложно вот так, чтобы толпа народу, и по каждому вопросу единогласие. Поэтому как только натыкается на какое-то расхождение мнений, сразу это обидно... Они еще пишут так, отписываюсь. Чуть ли не как развожусь, правда? Одна говорила, я постоянно ошибаюсь в людях, с удовольствием отписываюсь. Там, ну, что делать? Я же не могу так подстраиваться. Я не хочу подстраиваться. Я, знаете, как вот... Я вам расскажу, я рыбу однажды ловил. Два раза в жизни я ловил рыбу. И вот это было в том месте, где река Кубань впадает в Азовское море. Есть недалеко такой городок Приморско-Ахтарск. Я там был на базе, такой отдыхал. И молодой был, я не знаю, лет 25-26. И вот, значит, с мужиками там пошли рыбу ловить. Ну, а что ловить? Я там батон хлеба, значит, там пожевал, шарик скрутил на крючок туда. А рыбы там страшное количество. И бах, таранка идет. И таранку одну за одной тянешь, тянешь эту таранку. И вот это вот, ну, куда ты бросаешь там воду? Ну, бросаешь на какой-то квадратный метр этой поверхности воды. Там нет, ну, так дальше не летит, вот туда летит. И тут таранку, таранку, таранку. Потом, думаю, что-то не то. Взяли таранку, порезали ножиком. Взяли мяско, таранки на крючок туда. Бах, слушай, совершенно другая рыба идет. Окушок идет, судачок идет, щучка идет. Это где? Все там же, с одного и того же квадратного метра воды. Вот что я тебе говорю, есть наживка. Вот ты чего бросишь, в то же самое место. Ты бросаешь то же самое. И разная рыба. Ну, есть рыба же, которая хищная. Которая на мясо идет. А есть рыба, которая на хлеб идет. Вот таранка идет на хлеб. А щука на хлеб не идет. Щуке надо живность какую-то. Поэтому, как только мясо таранки, ты повесил мясо, вот на мясо, вот и окушок хищный, и судачок хищный. Понимаешь, вот они идут. Я просто чему рассказываю? Что блогер, он как бы вот закинул свое вот это-то и сидит. И дальше претензия такая, что вот плыл карась. И карась говорит, а почему мне не дали того, что я кушаю? Или я вот плыл, и я думал, что это сейчас вот для меня, а это для щуки. Мало того, там я еще приплыл к этому поганому месту, а там меня щуки чуть не сожрали вообще. Откомментировали по поводу карася. А я с тех пор, значит, спать не могу. Я блогер, ничего такого не... Он просто закинул и закинул. Ну, что было, то закинул. Значит, пришла правильная рыба, значит, она довольна. Пришла неправильная рыба, она недовольна. Потому что блогера не вытаскивает, а наоборот подкармливает, можно сказать, на этом месте. Поэтому, что тут скажешь? Так что, насчет такой любви... Это очень приятно, честно. Но, как-то я думаю, что это вдруг как-то... А может они расчаровываются? Получай комплименты с моего канала. У меня он такой женский. Да, женский, да. Тут одна даже написала, вот, не помню, то ли под твоим, то ли где-то я сегодня прочел. И она говорит, да были бы свободны, да была бы я свободна. Опа, я с вами закрутила там роман. Написали так тебе? Кто-то мне написал, да. Солнышко. Вот, значит, цена... Да. Вот 10 лет назад никто такого не говорил. Давай еще вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!